Вот телеграм-каналы пишут, что Лукашенко пытался сорвать визит Путина в Беларуси. И вот в субботу утром Путину доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует. Через несколько часов белорусская сторона осторожно так сообщила, что у Лукашенко грипп. Но Путин вроде скептически отнесся вот ко всем этим сообщениям. Как вы полагаете, могло такое быть? Могло быть, конечно, могло не быть. То есть слухов сейчас много ходит. Но, конечно, он боится, конечно, он бы хотел этого избежать. Конечно, он понимает, что это будет для него самоубийственным шагом, если белорусские военные пойдут в Украину. Конечно, он боится ответных ракетных ударов со стороны Украины, что неминуемо произойдет, я думаю, случай, если белорусская армия войдет в вашу страну. Всего этого он боится. Другое дело, что он ничего не может сделать в этой ситуации, потому что он сам поставил себя в полную абсолютную зависимость от Кремля. И поэтому спастись в этой ситуации, вывезти российские войска, для него сегодня это не представляется возможным. То есть он ручной пес, он абсолютно зависимый от Путина сегодня человек. Поэтому ничего от него сегодня не зависит. Это очень важно понимать всем и на Западе, и в Украине. Ну вот эта поездка, вы знаете, я так думаю, она очень важна для Путина, если он прячется в бункере постоянно, а со своими собеседниками беседует через огромный стол. Да, все люди, которые вокруг него должны сдавать тесты и быть на карантине, здесь он лично приезжает, вот обнимается с этим диктатором, идет беседовать с ним. Напомню, впервые за три года. Да, впервые за три года. То есть, видимо, у него есть все-таки цель сломать Лукашенко. И он настроен достаточно решительно, если он решился на такие действия. Нет, ну действительно, он не приезжал три года, но мы знаем, что Лукашенко постоянно ездил, да, то есть Халов должен ездить к царю в Москву. Вот он и ездил три года, а с начала войны они встречались чуть ли не ежемесячно и постоянно созванивались. Ну а здесь нужно уже действительно принять очень важное решение. И помимо повторного наступления в Украину, я думаю, что будет еще обсуждаться такой вопрос, как единое командование региональной группировки войск. И это, ну, тут совершенно ясно, что будет принято решение, что это командование возьмут на себя россияне. То есть, по сути, белорусская армия начнет подчиняться Москве. То есть, это и утрата части суверенитета Беларуси, но и ограничение полномочий самого Лукашенко. То есть, он перестанет быть фактически верховным главнокомандующим своих вооруженных сил? Формального, вероятно, останется, конечно же, но по сути, по сути нет, конечно же, потому что военные будут подчиняться Кремлю. Субтитры создавал DimaTorzok